Не сумев переварить в себе сокрушительную, а самое главное, совершенно неожиданную для себя, и не вписывавшуюся в свои доктринальные планы победу азербайджанского народа в продлившемся более трети века карабахском противостоянии с Арменией, западные политики, а если быть точнее, то Париж, Берлин, столицы государств Бенилюкса, а также нынешняя администрация в заокеанском Вашингтоне, решили выместить свою злость совершенно уже бесчестным образом, обратившись в отчаяние к рычагу, который был припасен на случай, когда остальные козыри окажутся потерянными. К тому самому последнему рычагу или рычагу отчаяния мы еще вернемся, а под остальными уже потерянными, а точнее обесцененными козырями, следует понимать то, что могло иметь хоть какое-то значение только в годы оккупации, когда враг продолжал еще самодовольно хихикать, топтать нашу землю, держать свиней в наших мечетях, окунаться в наш истесу, жарить шашлыки, пить водку и пускаться в пьяный пляс на джидердюзю, а именно всевозможные резолюции, устные заявления, твиты, записи в соцсетях, которые имели для нас разве что только моральное значение и могли либо обидеть нас, либо же обрадовать. В те годы мы как-то трепетно относились к этим документам, а точнее к содержащимся в них формулировкам. Зная, как дорого для нас все, что связано с нашей родной землей, и как сильно можно вдохновить нас справедливой резолюцией или же наоборот, больно задеть несправедливыми формулировками, такие организации, как Европарламент, парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, да и вообще национальные парламенты западных государств умело, но тем не менее подло манипулировали чувствами азербайджанского народа, используя в качестве оружия бумагу. Слово могло выступить в роли либо кнута, либо же пряника, и в европейских столицах это знали и цинично этим пользовались. В обмен на какой-то ничего не значащий документ, который, как впоследствии стало ясно, не играл никакой роли и никак не воздействовал на ситуацию на земле, вспомним хотя бы четыре резолюции Совбезу ООН. Европейские политики, да и, впрочем, американские тоже, добивались от нас уступок в каких-то других областях. Если много веков назад колонизаторы из Старого Света задабривали вождей индейских племен бусами и прочими безделушками, то в наши дни потомки тех же умников функции этих бус решили наделить бумагу, на которой были написаны слова. Бумага и слова. Разумеется, ничего не значащие, но кое-кто шибко умный видел в этих бумагах и словах инструмент воздействия и, пользуясь нашей молодостью и наивной верой в международное право, конвертировал эти бумаги в рычаг давления. И продолжалось это долгих три десятилетия, пока не случилось ну совершенно неожиданное. Азербайджанский народ, полностью разочаровавшийся в чудодейственной силе бумаги, на которой было написано кажущееся обязательным для всех государств и народов международное право, сжал кулак, встал, собрал солдатский вещмешок, отправился на смертный бой, вернув себе то, что полагалось по той самой бумаге и по тому самому оставшемуся лишь на бумаге международному праву. И тем самым ценой пролитой собственной крови лишил шибко умного белого человека тех самых бус в виде пустопорожных резолюций, которыми когда-то можно было задабривать нас и получать взамен какие-то преференции. И вдруг одна четырехдневная, одна сорока четырехдневная и четыре однодневные операции девальвировали те козыри, которыми в течение тридцати лет махали перед нашим носом те, от которых мы тщетно ожидали понимания, сочувствия и реализации того, что они же сами создали, а именно международного права. Все, Карабах у нас. Нет больше нужды в ваших бесполезных справках из ЖЭКа. Оказавшись неожиданно для себя совершенно не готовыми к изменившимся реалиям и с полной рукой обесцененных козырей, в Европе попытались было протестировать еще раз чудодейственную, как им казалось, силу бумажек. Уже после войны Сенат Франции что-то там принял, потом Европарламент предпринял несколько аналогичных потогов, спасение остался в стороне и что-то там пикнул. Однако, увидев, что воздействие этих бумажек на реалии на земле таково же, как отскакивающие от стенки горох, там начали понимать, что бусы уже не те. И решили теперь, господа бергеры, обратиться к последнему рычагу, о чем мы упомянули в самом начале нашего выпуска – членству Азербайджана в Совете Европы. Но и здесь решили пугать нас, так сказать, поэтапно. Сперва пригрозив лишением нашей делегации права голоса, затем, возможно, запретом занимать руководящие должности, затем еще чем-то более, в кавычках, «страшным», допустим, приостановкой членства в Совете Европы, а в самом конце – исключением из организации и всевозможными санкциями. Одним из формальных поводов послужило отсутствие приглашения со стороны Баку для участия в наблюдении за намеченными на 7 февраля в Азербайджане президентскими выборами. Однако тут и без лишних пояснений очевидно, что это всего лишь повод. Пришли им сегодня приглашения и лиши их этого повода тут же найдется другой. Потребуют что-то еще, потом еще и еще. Палец в рот засунешь – откусит всю руку. В прессе промелькнул еще один повод, по которому в Европе на нас обозлены. Будто в прошлом году, в разгар истерии по поводу блокады и голодомора, разумеется, в кавычках, в Карабахе, представителей посеней впустили на Лачинскую дорогу, не дали им с надменным видом проинспектировать ППП, посетить якобы пачками умирающих от голода армян Карабаха, но это тоже был всего лишь повод. Разрешили бы это, тут же потребовали от нас чего-то большего. Сперва, допустим, отвода наших войск, затем ввода международных миротворцев, затем еще что-то, еще, скажем, проведение референдума по самоопределению. Аппетит-то приходит во время еды, и одним пальцем наесться не получается, хочется всю руку съесть. К этому мы еще в наших следующих выпусках вернемся, но весь абсурд ситуации в том, что в том же Совете Европы нас хотят, как им кажется, наказать именно за то самое, в чем они яростно поддерживают Украину. Ведь если в феврале 2022 года после вторжения России в Украину Совет Европы приостановил членство Москвы в этой организации и выразил Киеву поддержку в его усилиях по восстановлению территориальной целостности, то по этой же логике Страсбург должен был приостановить членство Армении и выразить поддержку Азербайджана. Так где же логика? А нет никакой логики. Есть только цинизм, лицемерие, расизм и исламофобия. И в этой связи в сухом остатке кристаллизуется лишь один единственный, да и то риторический вопрос. Если в 2001 году Азербайджан вступил в Совет Европы для укрепления своих дипломатических позиций в контексте оккупации Армении и нашего государства и ради использования этой очередной международной платформы во имя достижения высшей цели – освобождения родного Карабаха, то что нас держит в этой насквозь прогнившей двойными стандартами организации сегодня, когда над всем Карабахом уже гордо развивается азербайджанский флаг. К чему нам эти оковы, если они связывают нас с теми, кто будет вечно потыкать нам и искать в нашем глазу соринку, не видя бревна в своем? Не хотите нас видеть? Что ж, мы вас подавно. У всего есть свой конец, свое начало, в том числе и затянувшемуся на долгие 23 года медовому месяцу с Советом Европы. В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Согласен на развод. Прощай. Любимая. И разошлись, как в море корабли. Что ж, похоже, и мы с Советом Европы не сошлись характерами. Поэтому не лучше ли и нам разойтись, как в море корабли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова